Много лет назад сформировалась компания Rainbow Friends. Они занимались созданием развивающих мультиков для детей. У меня есть идея. Какая? Мы сделаем уникальных живых персонажей для нашего парка. Для начала им было необходимо построить несколько зданий, лабораторию, тестировочный цех и само место, где по плану должны были быть радужные друзья. Этими местами было решено сделать театр и парк развлечений. Я решил купить свой парк. Прекрасное решение, босс. Иди работай. Ладно. Этим парком оказался Oddworld. По плану лаборатория должна была находиться под развлекательными комплексами, чтобы живых персонажей не нужно было перевозить с места на место. Доктор, о лаборатории никто не должен знать. Хорошо, босс. Надо засекретить информацию. Пон. Именно тогда начались первые планы на прототипы радужных друзей. Ты что-нибудь придумал? Да, я придумал прототипы разноцветных персонажей. Назовём их радужные друзья. Почему радужные? Ну, потому что они радужные. Но есть один маленький нюанс. Какой? Чтобы тело двигалось, нужна живая душа. Или мы можем использовать искусственный интеллект. Нет, я не хочу искусственный интеллект. С виду всё было рабочее. Но если спуститься к пещере Оранжело, то можно увидеть, что рельсы проложены, но выкопанная пещера не выглядит безопасной. Эта пещера не выглядит безопасной. Оставь всё как есть и выгони строителей. Окей, босс. Пришло время заводить друзей. Первые гости. Первые впечатления. Театр был основан на деревянных 2D статуэтках друзей. Парк развлечений работал отлично. Всё приносило кучу денег. А это значит, пора начинать эксперименты. У меня есть план. Какой? Мы будем пускать в парк только взрослых с детьми. Почему? Чтобы реализовать мой план. Иииииии. Всё было просто. Когда вся семья садилась на какой-то аттракцион, доктор усыплял людей и отправлял их на нижние этажи в лабораторию. В лабораторию оставляли только детей. Взрослым стирали память и отправляли на волю. Кто я? Где я? А с детьми всё просто. Их сажали в специальную машину и создавали небольшие тела. Без рук и ног. Чтобы они не могли убежать или что за сломать. Без рта, носа. Ну, чтобы они ничего не могли делать. И придали форму шара. Так и появился пуф-эфтик. Босс! Босс! Что? Я сделал прототип друзей. Перенос души был успешный. Он может снова стать ребёнком? Да, это возможно. Назовём его Лукас. Нет, он будет пуф-эфтиком. А почему? Потому что он очень милый. Какой милаха. Этот доктор засол слишком далеко. Но не переживай, я помогу тебе. Эти странные существа любили смотреть на всё в мире. А ещё они любили издавать смешные и милые звуки. Это было и объяснимо. В них находятся маленькие дети, которые толком говорить не умеют. Какие же вы бесполезные. Закрою вас в своём подвале. Ты зашёл слишком далеко в своих экспериментах. Любая шипа и нас ждёт распада засадеянная. Надо всё это прекратить. Окей, босс. Где пуф-эфтики? У меня остался запасной прототип. Что если... Я чувствую себя довольно некомфортно. Но надо брать управление в свои руки. Мне нужен помощник. С которым я уничтожу босса. И у меня есть идея. Но мне нужна ещё одна душа. Красный обманул одного сотрудника. И создал нового монстра. То вы узнаешь в следующей серии, если наберём 5000 лайков.